Четыре свадьбы, четыре незабываемые недели в разных городах. Прямо сейчас четыре девушки вступят в напряженную борьбу. Они станут почетными гостями на торжествах друг у друга и выставят соперницам оценки от 1 до 10 баллов. За свадебное платье, за банкетное меню, за оформление зала. Невеста, чья свадьба наберет наибольшее количество баллов, получит денежный приз на свадебное путешествие от канала «Пятница». Четыре свадьбы, четыре свадьбы, Случайный взгляд, распахнутая дверь. Четыре свадьбы, четыре свадьбы, Ну вот и все, ты замужем теперь. В студии телеканала «Пятница» мои невестушки уже собираются, чтобы познакомиться, себя показать до своих свадьбах нам поведать. И первая начнет эпатажная фэшн-дива «Коренная москвичка» из Нью-Йорка. Меня зовут Юлиана Голдман. Я живу на две страны. Работаю моделью в Нью-Йорке, в Лос-Анджелес. Очень много самолюбования. Ну, я фэшн-дива, фэшн-богиня, да, естественно, единственная в России. Ну, она симпатичная. Очень симпатичная, я бы сказала. Видно, что есть возможности дорогой люкс носить, но это так безвкусно, дешево. И если бы я ее увидела, не зная, не общаясь, я бы подумала, что это, я не знаю, с рынка девочка. У нас свадьба в стиле фэшн, в стиле высокой моды. А у нас будут звездные гости. У нас будет вести церемонию с Никитой Джигурдом. Гурдом. О-о-о! Хоп! Нам повезло! Ну, это будет очень весело. Ну, и я так понимаю, они решили хайпануть на этой свадьбе. Ты такая яркая, какой у тебя мужчина? Скандальный актер очень. Я вам не буду говорить, кстати. Панин? Интрига. Панин. Все подумали на него. Какой у вас бюджет? В районе 50 миллионов. Супер. Ужас. Это, ну, даже слов нету. Ну, это возможно. Не знаю, сколько она Джигурде. Если она Джигурде четыре заплатит, то логично. Одно из платьев у меня будет стоимостью полмиллиона пятьсот тысяч рублей. Пятьсот тысяч на одно свадебное платье. Я вообще очень хочу просто посмотреть на их свадьбу. Очень. Лика, а мне не терпится послушать про твою. Так что рассказывай. Прекрасная и строгая невеста. Меня зовут Лика, мне 27 лет. Я живу в Москве, но приглашаю вас в Ростов. В Ростов еще летит. Так как свадьба будет с национальным колоритом, пожалуйста, угощайтесь. Это долма, национальное армянское блюдо. Уважаю, долма. Знаю, что делает. Первый раз долма вкусная. Обычно какая-то. Будет достаточно много национальной музыки, поэтому уже готовьтесь. Армян-пати просто роскошная, веселая, зажигательная. Думаю, будет очень интересно там. Какой бюджет свадьбы? Шестьсот. Вау. Там хорошие бюджеты, и он однозначно больше. Сид бриллиантов, как он ничего говорит. Сколько гостей будет у вас на свадьбе? Приглашено сейчас сто пятьдесят. Ого! В деревне гуляет. А вот как будет гулять Красноярск, расскажет бойкая и уверенная Анастасия. Давай, Настя, жги. Мне 30 лет, я блогер. Блогер. Называется. Также я в Красноярске моделью. Снимаюсь. Повезло. Это не тот уровень, что у Юлианы, простите. Просто не нужно путать онлайн ручкой, собственно. Красноярск стайл отличается все-таки от Нью-Йорка. Я приглашаю вас, девочки, на свою царскую свадьбу. Вау. Как бы ни... С ней. Ты уже начала, я тебя хочу расстроить. Зачем подчеркивать свою необразованность, периферийность. У нас настоящий замок. Вау. Свадьба в замке любая девушка, наверное, мечтает. Круто. Я никогда не была в замке. Да это не так дорого, арендовать за замок, господи, да боже мой. За кого выходишь замуж? За колесного магната. Это что-то монтаж, что-то, не знаю, продавать шины, резины. В магазины, да. Если честно, я так и не поняла, что там за колеса, что за магнат. Магнат ли? Мне кажется, все шиномонтажники богатые люди. Очень интересен бюджет свадьбы. Ну, я думаю, миллион точно. Но мне сейчас покатятся слезы. А что случилось? Мне просто, честно говоря, очень стыдно сейчас здесь находиться. Прекрати. Я сразу поняла, почему Ляна убежала. У меня бюджет. Свадьба 60 тысяч. В одной там царская свадьба, то сказочная. Она тоже хочет сказку, но не может ее получить. Давай выпьем. Забей. Ты знаешь, какая-то умная, в сравнении с другими вообще. Юлиана, понятно, она, каждый подъезжает, чтобы с ней типа задружили. Может, на рассчитывать, в принципе, поддержку, что угодно. Я тебе там и по оценке, что надо, поставлю выше. Ничего, пусть каждый подлижет. Переживем. Ляночка, персик ты мой медовый. Не на бюджете едином борьба строится. А креативный подход, а истинная любовь, а местный колорит. Так что возвращайся и будь посмелее. Приглашаю вас в город Уфа. Никогда не была в Уфе, с удовольствием съезжу. На классическую свадьбу с нотками карнавала в стиле маскарад. Да, так это же очень круто. По поводу маскарады, вот этого всего, если честно, я думаю, что она в моменте придумала. В общем, все такие понтанулись. Типа, как бы, не было там никаких масок даже. Это же понятно, очевидно. Фишка моей свадьбы 60 тысяч рублей. Свадьба 60-ка, как бы, ну, посидим, прибухнем. Ну, что поделаешь? Любовь без денег, главное, любовь. В общем, девочки, я хочу вам доказать, что и на 60 тысяч можно сделать очень веселую свадьбу. У нее очень сложная задача. Пусть наша свадьба у каждой будет самая уникальная, самая красивая. Занижать оценки будет, конечно же, Юлиана. Самая главная для меня конкурентка, скорее всего, Лика. Для меня конкурентов нет. Я звезда. Это Москва. Фэшн-столица, в которую кого только не затянуло. В поисках моды, денег, славы и любви. Здесь и нашли друг друга наши герои. Давайте знакомиться. Привет. Привет. Меня зовут Денис, я актер. Про возраст говорить не будем. Я фэшн-диво. Я модель и живу в Америке параллельно. Пам-пам-пам-пам-пам. Ага. А познакомились-то как? Это было, не помню, какое советское мероприятие. Но Юлиану меня обратить внимание нельзя. Я как мужчина, конечно, ее сразу заметил. Мне вообще мало кто нравится, я мало с кем общаюсь именно душевно. Но вот чтобы познакомиться с человеком и просто уйти с ним в запой общения, просто, я знаю, в космос. И как общительные мои проводят время? По магазинам я хожу только, когда сделать шопинг какой-то, только как психотерапия какая-то, когда надо снять стресс. А с Юлианой мы ходим вместе, я составляю компанию, мы выбираем ей наряды, выбираем ей аксессуары. У меня есть стилисты, чтобы мне выбирать наряды, аксессуары. Но ты всегда спрашиваешь все время, все равно. Денис, как предложение ты сделал Юлиане? Когда нас объявили, напомню, самые яркие. Яркой пары года, я вышел на сцену и сделал ей предложение. Ну, конечно, я сказала да, но я думала, это все так... Типа несерьезно. Такие вещи несерьезно не делаются. А за что любите друг друга? Люблю тебя за твое большое сердце, за твою душу, за твою искреннюю сердце. Моя звездочка, малышка, я люблю тебя за твою доброту, душу и заботу, и красоту. Утро невесты Юлианы полно хлопот. Неудивительно, ведь свадьба в стиле фэшн требует особых приготовлений. Оля, привет, слушай, мне надо подарков купить, это воду и соки подарки. Алло. Кирюш, возьми, пожалуйста, жвачки, там, больше ментолов или что-то такое, ладно? Фэшн жвачки возьми, пожалуйста. А-а-а, так у вас настолько все фэшн, мне уже не терпится попасть на вашу свадьбу. Голдики, у меня будет самая голд, бич, рич, свадьба. Мурмяу. А вот и мои подружки. Ну что, куколки, готовы к свадьбе в стиле фэшн? Голд, бич, рич. Я думала, вообще, это будет в Москва-сити. Но мы приехали в видное. Место просто, видите, торговый центр. Нам был заявлен бюджет 5 миллионов, и мы ждали его. Мне кажется, он тут вообще далеко 5 миллионами не пахнет. Заходим в здание. Нас никто не встречает. Добро пожаловать на свадьбу Юлианы и Дениса. Бюджет 5 миллионов рублей. Свадьба в стиле фэшн. Фишка «Звездные гости». Зал, в принципе, красивый. Обычный стандартный зал. Не было вообще никакого оформления. Обратите внимание, пожалуйста, на президиум молодых. Я не могу назвать это президиумом. Там нет ни цветов. Ну, как-то вот так вот. Какая-то похоронная лента. Пять миллионов. Пять миллионов. Можно я сфотографируюсь с 5 миллионами? Давай. Пять миллионов. Нету ни еды, ничего. Редиска. Куда тут пять миллионов? Куда? Пятью миллионами не пахнет. Ну вот и все. Ты замужем теперь. Сегодня свадьба Юлианы Голдман. И это ее все звезды идут. Доброе утро. Печенька себе. Это кто? Одеты они прикольно. Интересно было. Конечно, девчонки. Это же звездная фэшн-свадьба. Не знаю, можно назвать звездой или нет. Это Мария Кахно. Участница Дома-2. Платье стрёмное. Делайте внимание, пожалуйста. Наши молодоженки подходим. Жених с невестой очень сильно задержались. Время 18.44. Это копея. Сбор был объявлен в три. Ну прям было просто на людей, кто их ждет. Курочки мои, вы ничего не понимаете. Это же фэшн-задержка. Дамы, господа. Денис, Жених и Юлиана. Встречай громким аплодисменты. А-а-а. Выходят молодожены. Оно выходит вообще в нижнем белье и в простыне. На самом деле мне очень понравилось это платье. Приятное, но не 500 тысяч, это точно. Девчонки, а как вам жених? Я не знаю его, я не понимаю, где он играл. Ну и никто не знает, кто это. Денис Сердюков. Российский актер театра и кино. Скандально известен как любовник покойной актрисы Ирины Цивиной. Жених на самом деле очень хорошенький. На вид ему, наверное, 35 лет. Возраст 51 год. Сколько? Мы не знаем, сколько наши бакалы. Сколько? Раз, два, три. Покушаем. Стоит салат «Цезарь» с курицей, салат «Цезарь» с креветками. Красная рыбка, язык говяжьих. Меню было нескудное. Боишь? Еда вкусная. Это было невкусно. Я выплевывала еду. Грустно, что над нами так издевались. Ну, там не было чего-то такого, чтобы попробовать и сказать невкусно. Все вкусно. Ляночка, фиалочка моя, я рад, что молодые тебе угодили. И сейчас время для самого горячего. Дамы и господа, рейтинговая личность, Микита Джигурта! И тут, как гром среди ясного неба, заходит Джигурта. Длинные волосы, и идет. Неужели? Я вам сжимаю, поделив небо, небо! Мне кажется, он сейчас посмотрел на меня, и мне прям убежать захотелось. Понравился Джигурта, да, Лянчик? Подарил молодоженам воздух с Останкинской телебашни. Итем подарил Сайру, да? Ну да, реально, она же такая голубенькая. Я подумала, что это Сайра. Обещано было, что Джигурта будет вести церемонию. У нас будет вести церемонию сам, Никита Джигурта. Обещано, получите! Внимание, девочки! Церемония бракосочетания. Слава богине Ладо, пульский род! И богиня Ладо, и Перу, и Беломорь, Церемония бракосочетания! Ох, Ленец, берегут ваш союз только! Плагославляю нас, дети мои! Это как проклятие, слышишь? Ну это же Джигурта, что можно еще ожидать от него? Аплодисменты! Ну я же не могу уехать без фотографий с Джигуртой, конечно же. Я захотелась им сфоткаться. Ну конечно, и бежимы такие мы... Ты представляешь? Людям Джигурта нравится, у которых нет вкуса вообще. Здрасте, я Настя. Можно с вами сфотографировать? Давай, Настя. Куда смотришь? Вот сюда. Нет, мне Джигурта никак не нравится вообще. Настенька, теперь мы знаем, как люди поступают, когда им кто-то не нравится. Они со всех ног бегут с ним фотографироваться. Джигурта для меня звезда. Да. Так, так. А, по очереди? Давай я, давай я. Нет, давай я. Ну давай. Подвеси и подвеси. Конечно, я с ним сфотографировалась. Е-е-е! Ну мы хотя бы его увидели. Выходит в новом старом платье Юлианы. Переоделась, а ну-ка. Грязно, мат, тонака. Необычная, обтягивает. И вот штучки, я не знаю, как они называются, но что-то было похоже на моду, наверное. Лианочка, сейчас будет танец, наверняка похожий на первый танец молодых. Первый танец молодых не продуман, не поставлен. Они как будто вообще никогда и не танцевали до этого вместе. Он мне показался чувственным, красивым. Если вы любите друг друга, в принципе, можно и в обнимку просто покачаться. Юлиана делает вид, что она вытирает слезы. А она, кстати, слезим, покоронила. Не нужно быть Станиславским, чтобы кричать «не верю». Курочки мои, давайте дадим молодым отдохнуть от ваших комментариев и насладиться поздравлениями гостей. Просто у Джигурты заготовлено 12 стихов, и это слушать весь вечер. Зачем жалуешься прямо на свадьбе? Это слышат гости, она портит настроение гостям, портит настроение, возможно, может испортить настроение невесте. Формат всего мероприятия – это открытый микрофон, где все люди просто выходят на сцену. Я поздравляю вам за предстающие события. И я хочу подарить свой восстание на новостей. Ваши аплодисменты! Мне показалось смешным, что все гости, которые пришли, они подарили свои услуги. От звездного видашиста Ореси Куртновой сертификат на 50 тысяч рублей. Ваши аплодисменты! Это мероприятие для нее вышло абсолютно бесплатно, это 100%. Это все сделано на бартерной основе. Обещали лухарь и свадьбу. Я понимаю, что тут 5 миллионами не пахнет. Косметику ей накрасили по бартеру, потому что она в Инстаграме уже выложила визажист. Судя по своим словам, все по бартеру и свадьба бесплатная. Конечно, тут все бесплатно. Ты просто не знаешь, как работают блогеры. Звоню узнать, сколько стоит аренда. Если по депозиту 3 500 рублей на человека. Звонить туда, ну, мне кажется, это уже унижение. Только кухня получается 280 тысяч рублей, плюс платье 500. Итого у нас получается пока 780. Как бабки на базаре. И тортик не посчитали. А-а-а, совсем забыл. Его на фэшн-свадьбе и не будет. Нет торта. Я в шоке. Лика, так молодые его и не обещали. А вот салют обязательно будет. Девчонки, раз мы на этой свадьбе увидели и услышали все, предлагаю под звуки фэшн-салюта выставлять оценки. За свадебное платье Юлианы я ставлю 3 балла, потому что оно не соответствует заявленной цене. За банкетное меню на свадьбе Юлианы я ставлю 3 балла, потому что свадьба за 5 лямов. Я так хотела лобстера поесть. За оформление банкетного зала на свадьбе Юлианы я ставлю 1 балл, потому что не было ничего, пустота. Это Ростов-на-Дону. И именно здесь можно отведать самых вкусных раков, копченых лещей и отменный шашлык. Последнее благодаря армянской диаспоре, из которой родом жених нашей красавицы Лики Геворг. Мы познакомились в городе Сочи. В Сочи мы отдыхали. Я зашла в ресторан, он уже сидел там, увидел меня. Я увидел горошек. Я была в брюках горошек, он до сих пор это помнит. И так как жили в разных городах, каждый месяц мы летали то в Москву, то я в Ростов. И таким образом мы провели 2 года. И какие сюрпризы устраивал Геворг? Это был огромный медведь, который в 3 раза больше ростом, наверное, чем сам Гев, потому что он шел, и для меня навстречу шел просто медведь. Я не видела его. А балует чем армянский мужчина? Он готовит лучше меня, это точно. Рыбные стейки – это наша любовь, наверное, там, постоянно мы едим их. Я очень сильно люблю Лику, из-за того, что она такой человек, какая она есть. Она никогда не скрывает ничего. Она говорит все прямо, все. В смысле? Это все, за что ты меня любишь? Что я просто говорю прямо людям, и все? Геворг, ты по краю ходишь сейчас. Подсказываю – красивая. Не, ну, безусловно, да, красивая, классная, веселая. Такую невесту упускать нельзя. Срочно жениться. Ну вот и все, ты замужем теперь. Вот и наступило утро невесты Лики. Лика, как настроение? Я хочу ощутить сегодня просто каждый момент, каждую секунду этого дня. Я хочу насладиться этим днем, который, правда, долго готовила. Уверен, девчонки оценят твои старания по достоинству. А вот и они. Девочки, какие ожидания от большой армянской свадьбы? Лика сказала, что на ее свадьбе будут сюрпризы. Я думаю, она нас удивит. Я ожидаю, что нас встретят гостеприимно, классно, что будут очень рады нам. Выпить бы. Я очень такая иду вся, вся такая фэшн. Тут мы начинаем подходить к ресторану. Там такие все красивые гости. Гости, скорее всего, мне кажется, они идут нас встречать. Я ожидала, что нас встретят как к особенных гостей. Но нас никто не встречает. Девчонки, свадьба сегодня у Лики. Поэтому встречать по-особенному нужно молодых. А вот и они. Здравствуйте. Как красивая. Подходит к нам Лика с мужем. Здравствуйте. Блестящая. Привет. Жду, когда они скажут, ну все, пойдемте. Ресторан запретил телеканалу «Пятница» снимать внутри свадьбу. Лика, я сейчас правильно понял. Нас с девчонками на свадьбу не пускают. Облом. Нас не пускают на ее свадьбу. Как? В голове не укладывается, но впервые за всю историю проекта «Четыре свадьбы» нас не пускают снимать свадьбу. Правда? Очень извиняемся. Это минимально, что мы можем не посетить. Минимально, что мы можем сделать. Армянское вино. Подметили. И она знает, что мы голодные. Она просто вручила конфеты, вино. Очень неприятно. Хорошо, что у нее бутылку водки. А помахать? Но она не захотела нас приглашать. У нее была уже цель за короткое время отделаться от нас, потому что там ее тоже уже стали другие гости. Лика нам обещала свадьбу с сюрпризом. Она его нам устроила. Хороший сюрприз. Ничего не скажешь. Гостей на свадьбу не пустить. Мы просто остаемся на обочине. Вечер. Мы где-то за городом. Настроение портится и портится. Так есть хочется. Курочки мои голодные, расстроенные. Такое настроение испортили. Ни с того ничего. Настя начинает обливать грязью всю мою свадьбу. Я говорю, на твоей свадьбе тоже были все голодные? Я открываю фотографию, говорю, посмотри стол со своей свадьбой. Тут стоит трава. Говорю, заявлено было 5 миллионов. Свадьба бартерная. Там же все бесплатно было. Ты всех на следующий день отметила, вот этих бесплатных. Кто организовывал тебе ее? В общем, ничего не понятно. Какой-то просто набор слов. Первый раз за всю жизнь. За весь мой экспириенс, бэкграунд, я хотела просто уехать. Юлиана психанула и заплакала. Я благодарна просто своему супругу. Я начала ему звонить, просто рыдала горючими слезами. Денис, Алёна, слушай, короче, это вообще жизнь. Просто такие гадости. Мы говорили, девочки, что просто, выжили, как будто живое, реально. Меня обидели. И он меня начал успокаивать. Юлиана, ты что, ты должна остаться, несмотря ни на что. Ну, просто это настолько наигранное. Ты даже не плачешь. Я сижу между двух огней. По поводу Лианы я, конечно, подразочаровалась, честно скажу. Человек очень быстро переобулся в воздухе. От моей свадьбы, от первого знакомства, когда она заревела, что у нее маленький бюджет, я единственная побежала ее успокаивать. У меня бюджет. Свадьба 60 тысяч. Забей. Когда у меня произошла ситуация, она даже не подошла. Я была очень удивлена. Все, у меня просто все вообще упало. Я думаю, боже, когда это все закончится, когда мы куда-нибудь уедем, приедем. Так как я уже голодная, я хочу где-нибудь поужинать. Мы решили поймать машину, чтобы нас отвезли куда-нибудь в место поинтереснее. Автобус! Молодец, Ляночка! Правильное было решение всю ситуацию взять под свой контроль. Заходим в бар. Курочки мои, чем ближе вы к еде и полусладкому, тем больше я за вас спокоен. Все, мы отдыхаем. Открыли бутылку вина. Ну, что? Пахнет вообще нереально. Так, девчонки, теперь хоть будем знать, как пахнет вино на армянской свадьбе, на которую нас не пустили. Мы заказали салаты, нам принесли их. Никогда не радовалась так, честно. Как лучший оргазм в моей жизни, как лучший секс, наверное. Даже не как-то просто по-другому описать. Давай выпьем, что хоть где-то мы сегодня поели. Посидели мы в баре, я поела вкусный салат, выпила вина. По поводу Насти, я прочекала одну фишку. Сегодня получился момент, где она трезвая, злая, как собака. Надо было сразу налить и начало дня. Я знала, я бутылку водки захватила бы ей. Мы выходим на улицу и решаем обсудить, что мы будем делать со свадьбой, какие мы будем ставить оценки. Да как же ее оценивать? Нас же с вами на нее не пустили. Лично я буду по нулям оценивать и общее впечатление, и вообще всю свадьбу. Потому что свадьбы таковой не было. Почему я нужна вообще что-то оценивать? Нет свадьбы, нет оценок. Нет, я поддерживаю полностью, несмотря ни на что. Да, вообще никаких вопросов. Ну, я так же считаю, девочки, на самом деле, не было свадьбы, нет оценок. Это наше коллективное решение, мы приняли его вместе, поэтому мы будем голосовать только так. Рад, девчонки, что вы договорились. Но, как известно, если женщины договорились точно, это точно еще не точно. Я буду оценивать эту свадьбу. Я не буду выгонять из проекта, как говорит Настя, все. Что такое вообще? Просто я сделала, и мне хитрее. Лучше принять ее позицию, чем вот это опять сидеть, выяснять часами, если не спорить что-то. Давай, пришли, в общем, Юлия, ну давай, о чем мы? Давай. Ну давай, ну что ты? Давай. Молодец. Давай еще. Да пусть не дает. Хоть где-то. Вот и не даю. Неужели? Я не дам. И отталкиваясь от единой, не единой стратегии, выставляем оценки за свадьбу Лики, на которую нас не пустили, в который раз это говорю, и сам не верю, что это говорю. Значит так, за платье невесты Лики я ставлю 8 баллов абсолютно спокойно. Все очень хорошо сидело. За место проведения свадьбы Лики я ставлю 0 баллов. За банкетное меню на свадьбе Лики я поставлю 1 балл. Мы, правда, не пробовали ее банкетного меню, но она откупилась конфетами и вином. Ну вот и все, ты замужем теперь. Это Красноярск. Еще при царе здесь добывали золото. А наша Настя, как истинный золотоискатель, добыла здесь своего колесного магната Евгения. Мы поехали по работе с подружкой. Она позвонила своему знакомому, чтобы он нас подвез. И вот тут-то я вот так вот на него разворачиваюсь, думаю, а что это он мне так нравится? Я не понимаю, думаю, он же некрасивый. Думаю, еще раз посмотрю, и я прям не понимала, вот именно в тот день, думаю, а что так тянет? Я первая влюбилась в него. А потом она сама написала. Я удивился. Я ее рассматривал как, ну, наверное, такие какие-то, может быть, разовые встречи. Или пофлиртовать просто. Наверное, так. Какое-то время мы были, как в простонародье говорят, а-ля любовники. Но мы понимали, что, ну, уже точно будем вместе. И я не понимала, как мне уходить от мужа. Вообще не понимала. Просто все так получилось, что меня выгнали. Я так с радостью побежала. Тоби свободен. Ну, с Женей я прям начала смеяться. Ну, в предыдущей семье мне не разрешали смеяться. Типа, что у тебя настроение хорошее? Душа тогда болела, защищалась. На 75 весил. Я думал, это какой-то фотошоп, когда она мне показывала свои прошлые фотографии. Ну, сейчас она сказала, я тебя люблю, можешь толстеть. Ну, я сложнее выходил, потому что, да, у меня 20 лет, у меня двое детей. Тяжело было. Тогда предлагаю отвлечься и рассказать, как вы обычно время проводите. Мы очень любим проводить время дома. Вот с детьми, смотреть сериалы, играть в игры. Без детей. И без детей любим играть. Да, разные. То школьница, то домработница. Ребята, а за что любите друг друга? Вот за что люблю-то? Ну, не за что. Сейчас подумаем. За то, что красивое, за то, что сексуальное. Ну, как за это, как любят? Вот, люблю за то, что вот, вот оно все вместе, вот, в ней все есть, все то, что мне нужно. Я тоже все есть. За что мне нужно. И как начинается свадебное утро невесты, у которой есть все, что ей нужно? Идеально утром царевны. А вот и мои принцессы. Ну что, куколки, как вам замок царевны Насти? На самом деле, я думала, что замок будет чуть побольше. Я не знаю, я посмотрела, это просто какая-то купельная, какая-то банька или что. Ну, в общем, мы заходим туда. Так как мы не были у Лики на свадьбе, она нас позвала показать что-то. Я решила поделиться с вами каким-то кусочками, которые запечатлены уже на фото и видео. А я вообще не поняла, зачем, кстати, Лика начала нам показывать свою свадьбу. Мы уже закрыли вопрос. Я просто хотела, чтобы девочки со своей стороны просто тоже увидели, заценили. Лика, уже все оценки давно выставлены за свадьбу, которую мы даже не видели. И тоже были в курсе, какая была у меня свадьба. Так для этого они к тебе в Ростов-на-Дону и летели. Только ты их не пустила. У нас был первый танец, мы его вот-вот, в принципе, мы его долго репетировали. Если хочешь замять конфликт, старайся задружиться. Ну, точно не напоминать о свадьбе, на которой нас не пустили, где мы остались голодные. Показывать это не очень правильно было. Это называется сыпать соль на рану. Я ей дала понять, что Лика, я вообще не поняла этого прикола, как бы. Я хотела промолчать до последнего. И, слава богу, я промолчала. Курочки мои, вы у меня святые. А вот я промолчать не могу. Где-то видано, чтобы гостей на свадьбу не пустили. Вот сегодня у нас совсем другая история. Ждем царского гостеприимства. Добро пожаловать на свадьбу Анастасии и Евгения. Бюджет – один миллион рублей. Стиль – царская свадьба. Фишка – замок. Ну вот и все, ты замужем теперь. Зал, конечно, маленький. Я была уверена, что он будет сильно больше. Лика, главное, что нам тут рады. Ну, а на декор сюда деньги не вложены вообще. Декора почти не было. Ну почему? Сухоцветы очень дорогие. Ну, а это все, что декорировано. Больше ничего не декорировано в зале. Нам же говорили о том, что будет сказка. Мы ожидали сказку. Лика, а мы вот ожидали, что нас с девчонками на твою армянскую свадьбу пустят. Ничего сказочного. Не было. Но было красиво. Лианочка, ты же моя хорошая. Тебе всегда все вкусно и красиво. Веди девчонок на фуршет. Вижу много разных тарталеток. Естественно, я ее попробовала. Она была вкусная. Попробую очень вкусно. Ты не будешь есть? Нет. Почему нельзя сделать канапе, да? Ну просто без хлеба, это же элементарно. Я не хочу жирнее, честно вам скажу. Могла бы и не говорить этого. Лен, не обижайся. Моделям и так непросто живется. Я, естественно, слежусь своим весом. Я фашнити, я модель. Юлянчик, может, что-то с настроением не то? Я очень не хотела ехать на свадьбу к Насте. Я знаю, что во что-то произошло. Ты не хочешь извиниться, такую ты сделала свою свадьбу? Полная ***. То есть настрой такой, конечно, очень такой траурный, скажем так. Сегодня ее праздник. Давай мы ничего не сделаем. Да я не конфликтный человек. Уже 155-й раз я сказала. Если ты не в теме, лучше вообще ничего не говори. Это прям бесит, это раздражает, когда человек еще не знает, еще пытается руководить, говорить, ну, прочее. Девчонки, не время ссориться, время встречать молодых. Начинается регистрация. Наши Евгения. Жених хорошенький. Сразу видно характер и стержень. Дорогие друзья, мы встречаем Анастасию вместе с папой. Выходит невеста с папой. Это было так мило, это было классно. Платье с этими модными рукавами, красивое. Для меня это скучно. Я была уверена, что Настя выберет себе что-то более интересное, неординарное. Лика, уж самое то неординарное платье было, конечно, у тебя. Только мы его не успели толком разглядеть. Ну, ты сама знаешь, почему. Я хочу всю свою жизнь здесь наслаждаться только тобой и быть тобой. Я верю в любовь Насте и Жене. Это видно. Видно, как он на нее смотрит, как он ее целует, как он ее любит. Дай Бог, чтобы брак их долго. Я им желаю только счастья, любви. Ну, я, честно, не уверена. Нет, если Настя включится и будет развивать себя как истинную женщину, музу-богиню, то да. На данный момент пока, ну, то есть это вот, она довела его до ЗАГСа, но дальше не знаю, что будет. Я люблю. Как и моего языка. И моя все-таки. Отныливый муж и жена! Ну что, девчонки, пора поднять бокал за молодых и отведать свадебное угощение. За нашу семью! Ура! Ну что, можно уже, да? Да? Можно уже? Ляночка, тебе, моя фиалочка, все можно. На столе рыбная тарелка, овощная нарезка, мясная нарезка, рулетики с баклажанов, два вида брускетт. Я буду все. И тут Юлиана начинает есть. Я хочу вот это. Она же была только что на диете. Ест, 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 ест. Ликусь, ну не на твоей же свадьбе она ест, 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 ест. Пусть моя фэшн-голд-моделька хоть где-то поест. Если бы было побольше морепродуктов, было бы нормально. Если бы не будешь, давай я его возьму. Там эту рыбу уже пополам. Чуть ли мы там слили. Вот. Жрала как не в себя. В каких-то таких больших-больших объемах. Я, конечно, не модель, но думаю, что нью-йоркские модели так не питаются. Любите друг друга. Жалейте друг друга. Каждый день. Всегда. Дравитесь рассветом и закатом. Спасибо. Спасибо. И тут закончились напитки. А это что такое? Закончилось белое сухое? Вино белое закончилось сразу. Я даже не успела его попробовать. Тогда давайте красное сухое. Самое начало вечера. Возможно, очень сильно не рассчитали. Я не понимаю, почему Настя обливала грязью мой стол. Что это за понты были, я не поняла. Как бы, да, да. Там у тебя то, там все. А у меня будет вот так. Ну, то, что у нее должно было быть, у нее не было. То, что она обрисовывала. Все закончилось. И стол в какой-то момент опустел. Нам уже нечего было кушать. Вот это было большим расстройством на свадьбе. Ведущий, мои девчонки уже все съели. Нужно срочно отвлечь. Первый танец. Под вашим написанием. Поехали. О, первый танец. Первый танец жениха и невесты. Чувственный. Сразу понятно, что они не готовились вообще. Весь танец был достаточно напряженным, топорным где-то местами. Самое главное, что люди любят друг друга и показывают это. Настя подошла к нам, поприветствовала нас, сказала, что рада видеть. И Юлиану рада видеть. Я рада видеть на моей свадьбе. Ой, ладно, не льсти мне, ладно. Я тебя прошу. Я не могу мне эмоции тебе отдать. Ну, а зачем брать, как бы, брать ее на камеру? У меня внутри ничего плохого нет. Это ничего не на камеру. Я не могу сегодня не звучать что-то плохое. Ненавижу лицемерие. Ненавижу. Наверное, она не то, чтобы рада была видеть Юлиану, но она была не негативно настроена. Но это настолько было постановочно, причем переиграно. Ну, хоть Настю не простила, зато настроение поднялось. Так, ну что? Где миллионеры, обещанная? С замужем. Какие тебе миллионеры? Ну, что в смысле? Я люблю нетворкинг, коммуникейшнг. Почему нет? Погружение наше – это все. Вообще, на самом деле, на свадьбе заметила, что со многими мужчинами она обменялась контактами. Когда у тебя есть муж, мне кажется, это некрасиво. Ой, мне очень нравятся люди, которые начинают комментировать ситуации, в которых не разбираются. Я человек бизнеса. Это у тебя, знаешь, там, муж тебя полностью обеспечивает, у меня нет. Обеспечивает себя сама за счет миллионеров? Интересно. Это просто мышление, этим мы и отличаемся. То есть она даже не понимает, о чем я говорю, собственно. Девочки, хватит глубиной мышления мериться. Пора поздравлять невесту. Юлианчик, подготовила что-то? Вот я, я женщина-муза. Так, эээ... Женщина, которая вдохновляет своего мужчину. Юлиан, я даже не сомневаюсь. Настюха-то тут при чем? Несмотря на всю... На всю... Которую вылила Настя на меня, я решила поделиться очень крутыми знаниями, просто в подарок. Ух ты! Вот это повезло, Настюхе. Ну, тогда давай на сцену, Юлиан. А, Настя, ну что, я тебя поздравляю. Ты умница, как женщина, как истинная женщина, довела своего супруга до ЗАГСа, потому что это непросто делать. Теперь что нужно будет сделать после ЗАГСа? Его... У... Нет, его удержать. Его удержать, да? Как бы удержать брак. Для этого нужно закрывать как минимум базовые потребности мужчины. Это какие? Ну, вот первое, ты говорила, удовлетворение, секс, быт. Что еще? Юлиана звезда. Она с самого начала решила, что она гуру отношений. В итоге она хочет научить, как мужа удержать. Нужно быть музой. Реально, это закрытая информация. То есть она дается только за деньги ей большие. И я могу порекомендовать от себя лайфхаки. Я рекомендую нам все знать. Жених кричит, она все знает, оставь ее в покое, Юлиана. Что ты там так занервничал-то? Не знаю. Эх, Юлианчик, не разрешили тебе поделиться тайными знаниями. И хорошо, тайные знания нужно держать в тайне. Давай не будем уже. Давай. 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 И обняла ее. Меня это удивило. Ну, обнялись, это было искренне. Я все забыла, все в прошлом. Дамы и господа, под ваши бурные аплодисменты шоу барабанщика! Барабаны — это вообще. Это моя любовь. Я люблю рок, на самом деле. И рок я люблю только потому, что там играют на барабанах. Это красивое шоу. Оно мало того, что световое, с водой, с эффектами. И при этом все еще и дают возможность поиграть нам. Когда дали Юлиане эти палочки, я прям расстроилась, почему вы мне их не дали. Лианчик, это все потому, что Юлианочка секреты знает. Ты поближе к музе держись, и тебе парочку палочек перепадет. Ну что, барабанщицы мои, пар выпустили? Теперь можно и сладенького отведать. Встречаем! Сладкий! Торт выносит. Наконец-то выносит торт. Классический красноярский торт. Мне кажется, торт маленький. Маленький? Млика. Зато его мои курочки видят. И сейчас попробуют. Ну, в отличие от твоего. Куски нам тоже порезали. Очень тоненькие. Можно мне два? Можно мне два? Я два съем. Была уверена, что это йогуртовое будет, что это легкое. Ты же на диете. Чего что? Гулять-то гуляй, да? Ну, гори сарай, гори и хат. Вкусный. Прослойка фруктовая, где-то клубника, где-то банан. Но неплохой. Нормальный торт. Знаешь, на что похоже на пирожное картошка? Вот торт мне понравился больше всего на этой свадьбе. Здесь все вкусно. Ну, я, во-первых, не привиледливая. Вот именно. А во-вторых, вот с этого и надо начинать. Если действительно все вкусно, то почему я должна говорить, что нет? Пудли Аны. Ну, понятно, что она играет в хорошую девочку. Это понятно. Ну, уже переигрывает реально. Везде. Да-да-да. Ну, это уже просто тумач. Меня уже подташнивать стало, честно. Тогда незамедлительно переходим к оценкам. За свадебное платье Насти я ставлю шесть баллов. Она в нем смотрелась как хорошая девочка, пыталась соответствовать замку, которого не было. И я ей дарю шестерку. За банкетное меню на свадьбе Насти я ставлю четыре балла, потому что меню было вкусное, но очень мало. За оформление банкетного зала на свадьбе Насти я ставлю пять баллов. Я не увидела там свадебного оформления. Это Уфа, где на каждого жителя приходится целых семьсот квадратных метров. И только соцсети помогают современной молодежи найти друг друга. Так и встретились Гаэддин и наша красавица Лиана. Нужно было найти кого-то, сходить в кинотеатр, нашел ее в интернете, написал ей. И мы начали встречаться. Я рассказывала, что я мечтаю водить, мечтаю ездить за рулем. И он сказал, давай я тебя научу. И мы стали ближе, как друзья. Мы еще не начали встречаться, мы просто стали ближе друг к другу. Больше общаться, больше видеться. И тут уже Гаэддин начал свою тяжелую артериерию. Давай все-таки станем друг другу ближе. Думаю, ну ладно, попробую. по крайней мере на время. Научусь ездить за рулем и брошу его. Ну так просто отделаться не испугула. Я люблю Гаэддина за то, что он может всегда подставить свое плечо. Ну и за то, что если я что-то попрошу сделать, он это сделает. Ну такой мини-подкаблучник. Я тебя люблю за то, что ты вот такая настоящая со мной, мне можно быть с тобой тоже настоящим. не знаю, не знаю, что еще добавить. За все люблю. Наступило утро невесты Лианы. Как настроение башкирская красавица? Моя свадьба будет лучше. Она будет и веселее, интереснее, более душевнее, более семейная. А вот на душевную свадьбу курочек моих пургой и занесло. Ой, боже, метель. Пурга. Кафе-кариан-бар. Я сначала не поняла, что это за уши заяца у Насти. Юлианочка, а ты забыла, в чем фишка свадьбы. Вот Настя с Айкой и нарядилась. А, это у Насти был стиль маскарад? Я такая, опочки, ничего себе. Добро пожаловать на свадьбу Лианы и Гаедина. Бюджет 60 тысяч рублей. Стиль свадьбы классический. Фишка свадьбы маскарад. У нас встречают аниматоры. Начало было обещающим. Так, надо маски надеть. Давайте мы взяли. А, давайте, да. Я уже не хочу быть заяей. Ты мне хочешь быть заяей? Тебе завязать? Да, да. Фиолетовую маску, которая прям идеально подходит, забрала Настя. Насте, обязательно нужна фиолетовая маска? Да, она побольше подходит. Что? Я хотела просить фиолетовую. Да и не поможет ей никакая маска в любом случае. Здравствуйте. Здравствуйте. Я нашла маску реально фиолетовую, слава богу. Какая лучше, скажите? Я не уверена, что данные маски в принципе вписываются в образ в Голдвич. Но она даже в этом пыталась максимально-максимально соответствовать. Девчонки, вы так к карнавалу готовы. Только не уверен, что карнавал готов к вам. Стены Советского Союза. Бабушка стайл. Смотрится, конечно, очень-не очень, стоят на столах искусственные как бы минальные цветы. А где же ваши молодожены? Дороги, друзья, мне кажется, они от нас спрячутся. Давайте, мы их поем. Может, они из-под стола? Дороги, друзья, прости, на комфорт. Что происходит вообще? Ведущий, конечно, мега сильно активный. Он какой-то наигранный. Он вот такой весь. Ну, капец. Его же надо слышать еще до конца вечера. раз, два, три. Выходят молодожены. Вышли эффектно. Ну, просто зашли и зашли. Я думаю, наконец-то уже. Ляна выглядит неплохо. Убручающий, конечно, вид, когда платье не по размеру. Жених выглядит классически, обычно нормально. Для Ляны это хороший мужчина. Ну, то есть, мне понравилось. Раз молодых уже оценили, можно приступать к банкету. к банкету. А даже, пожалуйста, тебе не забыли. Мы сами открывали себе шампанское. Нам никто не помогал. Лика, вот на твоей свадьбе нам бы точно помогали. Только, ну, ты помнишь эту историю? Нас туда не пустили. Конечно, это расстраивает безумно. Дорогие друзья, и давайте выйдем за вкусную еду! На столе нарезка огурцы, помидоры, зелень, два вида салатов передо мной, рыба красная и белая. Невкусная, я ее выгляну. Я когда увидела вот эту вот еду, майонезную, все понимают, что все, я буду голодная, я такое не ем. Я увидела, что там лежит язык. Он, ну, совершенно был не жирный. И не соленый, что очень важно. И это было круто. Я съела несколько слайсов просто. И я наелась. Юлианчик, может, это были фэшн-слайсы из говяжьего языка? Я вообще, правда, впервые вижу на свадьбах бульон. Я не смогла это, не захотела поесть. А я осталась голодной. Ведущий дает слово родителям. Родители выходят, поздравляют. Ну, здесь, конечно, отец просто топчик. Молодцы, что вы решили пожениться. Ты сын молодец. Выбрал такой чё, клёвый. Ну, видно, что душа компании. Желаю вам маленьких диагнозов, разумеется, моих ночев. Борька! Борька! Скучно, но свадьбе. Борька! Ребята, там, где вы там? Борька! 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 Ну, нам правда было скучно. Лика, а Настюха вон сама себе настроение создаёт. Девчонки, ну, может, первый танец молодых вас развеселит? Первый танец молодых я не ожидала, что он, в принципе, будет поставлен, но он был продуман. Видно, что они готовились, прикольно, это радует. на самом деле Лиана молодец, красотка, реально, я вижу, что она там подкрутила, там подкрутила, танец подготовила. Странно, что в танце поддержек не было. Не обижаются. Настя непонятно для чего подходит ко мне и говорит о том, что она оставила дочь, приехала на свадьбу. У нас у всех дома дети, что мы приехали к тебе, нас не пустили. Я хотела быть, и я негодовала. Ну, я понимаю, тоже, в общем-то, недовольство. Я понимаю твоё негодование, я понимаю всех, наверное, да, отношения, но, к сожалению, это не моя была вина, потому что с моей стороны всё было сделано. я не знаю, что мне будет Настя ставить, я не знаю, кто мне что будет ставить вообще в принципе. Я, конечно, буду топить за то, что не оценивать её. Просто как нам, допустим, оценивать того, где мы не были? Аж, мы с тобой и про именованы не сказали. пройдите без камер поешьте. Голодные, наверное. На самом деле, я даже не подумала о том, что можно только вас позвать. Это вообще как? Бред она вообще несёт. Лик, ты сейчас что хочешь говори, но мы с девчонками до сих пор успокоиться не можем. Как можно гостей на свадьбу пригласить и не пустить? Юлианочка, самое время сгладить углы острых моментов приятным подарком. Уверен, у тебя нашлось что-то особенное. Скажи, пожалуйста, ну и вообще зал тоже может подключаться, мужчина чем любит? Юлиана, поздравление, это... Юлиана учила Лиану делать эротический массаж. Я подумала, Лиан, это будет интересно. Ну вот и всё, ты замужем тебе. Капает ему по телу коньяк и проводит апельсинами. И причём своей грудью. Юлиан, ты адекватная. А я думаю, ну давай, давай, позорься, позорься. Мне почему-то вот это вот радостно, вот когда она творит. Ляне неловко, причём на самом деле в итоге Толяна всё равно держится достаточно неплохо. Я бы, правда, я просто забрала микрофон Юлиана и сказала бы до свидания. Да, интересно было бы на это посмотреть. Юлиана выбегает в истерике, я не понимаю, что происходит, иду за ней. Я покупала кошелёк с бриллиантами, со всеми, которые у меня вообще есть в моей жизни. Юлианчик, ты реально все свои бриллианты взяла с собой в Уфу? Подожди, Юлиан, в любом случае есть камеры, всё есть. Да что, одна из них шутишь, что ли? Ну, во-первых, это очень серьёзное обвинение. Я что, сказала, что их украли, или что? Я сказала, да, я не могу их найти. Это разные вещи. Ты, откуда у неё вообще бриллианты? У Юлианы откуда бриллианты? Господи, ну бриллианты. Ну бриллианты есть у... 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 каждый второй, как минимум. Я не понимаю, почему Настя так реагирует, что у неё не могут быть бриллианты. Настя подумала, а вот у неё есть бриллианты, а у меня вообще нет. Ну потому что я никогда бы не вышла за мужчину замуж, который не подарит бриллиантов. Это к себе вопрос, а не ко мне. Тут откуда-то узнаёт Лиана про то, что бриллианты Юлианы потеряны. Лиана в ярости вбегает. Если ты сейчас обменяешь в том, что... Я никого не обменяю. Ничего ещё. Я вызову полицию, мы себя обслуживаем. Я сейчас позвоню в отель, я узнаю, уточню, точно ли они не в номере. Если это так, то это, естественно, мы сделаем так, это же не обсуждают. Да, и потом, если вдруг убаешься, что это не так, то вылетишь просто со страшным позором. Лиана, конечно, оказала своё лицо и сказала, ты отсюда вышвырнешься. С такими глазами, с такой интонацией, а всю программу Лиана пыталась для нас быть удобной. Не люблю таких людей, которые выбирают печальную очень стратегию вашим и нашим. У меня в голове отстаются сомнения, какая она настоящая Лиана. Я не думаю, что Юлиана играла. Я думаю, что она просто в какой-то момент обнаружила, нету, что делать. И она глупенькая просто в моменте не сообразила, что надо тихо выйти самой, позвонить в отель, а не поднимать шумиху. Для чего я пошла в коридор? Чтобы позвонить, уточнить, поискать их. А, розовое, да, его открыли, там как бы, да, лежит всё, да? Да, ну всё, слава богу. Слава богу, что я просто тупо, тупо оставила на столе вот перед выходом. Нашла. Подожди, во-первых, я хотела извиниться, хотя я никого не обвиняла. Я сказала, я не могу найти косметичку. Было вот так вот. У меня родственники никогда в жизни на такое обыскание пойдут. Я даже об этом не подумала и даже не сказала ни одного слова. Я сказала, я не могу найти косметичку. Я просто недопонимание. Я позвонила на в отеле, да, всё. Ну всё тогда, успокоились. Да, всё. Мир. Ну всё закончилось позитивно. Мы с Лианой поговорили, обнялись и всё. У меня всё ушло, я уже всё забыла. Обожаю своих курочек. Заодно программу раз 15 поссорились и помирились. Пора их сладеньким накормить. Гитарь всевозможный дождь! Маленький, сделан неаккуратно. Смотрю, там маска. Я прям представляю, как они в последний момент придумали карнавал. Она такая, алё, здрасте, нам торт мы передумали не такого дизайна с цветочками, нам нужно с маской. Ну, типа. Вот по моему мнению, свадебный торт должен выглядеть вот так. Думаю, мои курочки вот такой с удовольствием попробовали бы. Что на свадьбе Насти, что на свадьбе Юлианы, что на свадьбе Лианы, я не увидела такого. А мы твой и не увидели, и не попробовали. Поэтому будем наслаждаться тем, чем нас угощают. На вкус, кстати, он нормальный. С банановой прослойкой и карамельной с шоколадными коржами. Правда, мне положили очень тонюсенький кусок, мне, я бы ещё поела. Ты бы на своей свадьбе девчонкам больше положила. Мы это уже поняли. Торт, так же, никак. Обычная сладкая масса. Ну, понятно. Настюха сегодня не по сладкому, а по полусладкому. Время выставлять оценки. За свадебное платье Лианы я ставлю в 7 баллов. Я думала, что будет всё намного хуже. За оформление банкетного зала на свадьбе Лианы я ставлю 4 балла, потому что они старались, они оформляли, и это видно, что рука здесь приложена. За банкетное меню на свадьбе Лианы я ставлю 1 балл. Я такое не ем, пардонти. Ну вот и всё. Ты замужем теперь. Четыре шумные свадьбы позади. И совсем скоро мы узнаем, кто получит денежный приз на свадебное путешествие от телеканала «Пятница». Анастасия слава богу, я не попала на свадьбу. Думаю, её никто не будет оценивать. Лиана тот человек, который может действительно что-то в итоге сделать за спиной. Я это поняла, что от неё можно ждать каких-то подстав. Изначально я посчитала Юлиану актрисой. Это так же и осталось. Такое же мнение абсолютно. Всё делает на камеру. То, что она устроила на моей свадьбе, это просто не в растительном. Основные оценки уже выставлены. Осталось распределить между конкурентками 50 баллов за общее впечатление о свадьбах друг друга. Все знают, что сложилось не особо приятное для меня, для вас, для всех ситуация. Ресторан запретил телеканалу «Пятница» снимать внутри свадьбы. Скажите, как вы, исходя из чего, вы оценивали меня? Мы не были на твоей свадьбе, к сожалению. Типа, неплохо. Одна конкурентка вы была. Это какая-то... Это были мысли у всех. Она на самом деле... То мне неплохо, но я была в гневе. Девочки, давайте выпьем за финал. Я надеюсь, что и после программы мы будем общаться. Вот за это я выпью. Отлично. Тем более от тебя. Буквально через несколько секунд мы узнаем, кто же получит денежный приз на свадебное путешествие от телеканала «Пятница». Девочки, трепещем в ожидании. Чей же муж сейчас войдет в студию? А долго еще вообще интересно? ambient шутер отдыха подарю в психологии ну и wel данный вот Будьте счастливы! Победительницей проекта «Четыре свадьбы» стала Анастасия. Она набрала 109 баллов. Второе место с результатом 79 баллов заняла Лиана. На третьем месте Юлиана. Ее результат 64 балла. И замыкает четверку Лика. У нее 53 балла. И прямо сейчас самый долгожданный момент. У девочек есть возможность посмотреть альбом с оценками. Я поставила Юлиане за платье невесты 3 балла, за банкетное меню 1 балл и за оформление 1 балл. А почему, интересно, за платье? Потому что я для себя изначально выбрала систему оценок в 5 баллов, потому что не понимала, кто за что... Очень хорошая отмазка. У нас же я тебе такие оценки не поставила. Ты извини, конечно, но это вообще... Юлиана за платье невесты на моей свадьбе поставила 8 баллов. Настя за мою свадьбу за платье невесты поставила 0 баллов, за банкетное меню 0 баллов, за оформление 0 баллов, за общее впечатление от свадьбы 17 баллов. Здесь у меня есть вопросы к Насте. К Насте, которая на самом деле говорила про адекватность, про честность и все в этом роде, Настя видела мое платье и могла как минимум оценить его. А мне она сказала, что общее впечатление тебе поставит один и просила меня сделать то же самое. Она всех настраивала. Подожди. Серьезно? И меня тоже на смеси, когда мы все, ну, все это закончилось, она прям настраивала и программировала и говорила, девочки, скажите, что 0 и мы ставимся. Я говорю, слушай, как бы, ну, я сама знаю, что это. Ну, что я могу сказать, нас Настя всех сделала. Просто она на всех все шоу крутила и в итоге привела к своей победе. Деньги, которые мы выиграли, мы потратим на сисечки. Нет! Ну, на одну. Нет! Можно сказать, дело не в стоимости этой процедуры. Я не хочу этого делать. Вот полностью устраивает все, что есть. У нее есть сиськи. У нее есть сиськи. У нее есть сиськи.